Он может помогать, он может давать советы, что-то изменить, а вдруг какая-то неприятность впереди, а почему же не знать? Ну а вдруг экстрасенс в этот момент ошибается, а я себя запрограммирую, что у меня будет впереди эта неприятность, она обязательно случится? Нет, запрограммируют, это слово я вообще не понимаю, потому что точка зрения психологии, да, точка зрения эзотерики, никакой НЛП, там, что я его запрограммировал и все будет плохо, хорошо. Не вы, а я сама себя, вот, например, экстрасенс говорит, у тебя случится неприятность, и он в этот момент ошибается, ну всякое же бывает. Ну, извините, ошибка и врач ошибается, тогда что делать, тогда надо просто рискованно жить, это тоже неправильно, и поэтому ошибка у всех есть, везде есть, но экстрасенс, он не должен, если не уверен, конкретно сказать что-то плохого, вот, это очень, и врач тоже самое. Вот, да, есть же врачебная этика, а есть ли этика экстрасенсорная, как это называется? Ну, это одна же, те же, одна же, те же. Но, если человек, если вы знаете что-то о вашем друге, но он просит об этом не рассказывать, скажете ли вы ему об этом? Ну, если я что-то вижу плохого, я всегда буду сказать, да, вот у меня друг ко мне приехал в гости, я ему звонил, сказал, на дороге осторожно, авария будет, а у него чуть-чуть ДТП, и предупреждал, да. Да, ну, бывают такие вещи, которые заранее надо знать, надо знать. Ну, не согласна я, мне кажется, что, я бы не хотела что-то знать заранее, то есть, мне кажется, хорошо жить сегодняшним днем, вот, ничего не знаешь, и все хорошо. А если знаешь будущее, там, наоборот, ты можешь там жить всегда хорошо. А если у тебя плохое будущее? Ну, я лично против, что, когда мы говорим что-то плохого, мы можем изменить, вот, именно его надо скрывать, его не надо сказать. А, да, а где мы можем помочь и видим, что что-то плохого может быть, мы можем помогать, тогда надо это сказать. То есть, все-таки экстрасенсы видят, даже если видят что-то плохое, то клиенту об этом не говорят? Нет, если в силах изменить, тогда можно сказать, а если не в силах изменить, лучше молчать. А если просит на чистоту все выложить? Ну, это уже я сам выбираю, что там человек сколько там стойчивая психика, надо сказать, не надо. Хоть она или он не будет верить мне, я не буду сказать правду, потому что я вижу, что я могу словами убить до событий, поэтому нельзя сказать. Какую мы грустную тему сейчас начали. Если зрителям хочу обратиться, отправляйте свои вопросы к Зеродину на короткий номер 5742, а также пишите слово «звонок» на наш короткий номер, и мы вам перезваниваем, вы рассказываете свою проблему, свой вопрос. Если он стоящий и действительно достойный того, чтобы быть озвученным в прямом эфире, то вы пообщайтесь с Зеродином лично. А я отвечу. Программа «Тема» на телеканале РУ-ТВ. Зеродин Рзаев. В студии у нас обсуждаем экстрасенсов. Зеродин, как знающий в этом вопросе, как эксперт, делится своими историями, рассказывает. Есть у нас сообщение, Зеродин. В 2009 году я занимался бизнесом, начались проблемы. Я прогадал, карты сулили потери. В конце года я все потерял, до сих пор в долгах. Вот можно ли как-то такую ситуацию извинить с помощью экстрасенсорики? Можно, конечно. Вообще-то надо знать, из-за чего проблемы. И вот люди сначала что-то делают, потом обращаются к специалисту. Это неправильно. Я иногда вот смотрю, там уже никак невозможно изменить, потому что это бизнес, не его. И поэтому надо начало, когда что-то принимаете решение, обращаться к экстрасенсору, что он сказал. Надо, не надо. А так можно изменить, конечно. Я могу давать советы, там, или другой бизнес, или что делать, там, временно хотя бы, там, надо поднимать бизнес и уйти красиво оттуда. Вот, надо причину. То есть, если человек, как я понимаю, что, знаете, когда уже петух за попу клюнет, тогда уже идете к экстрасенсору и решать проблемы. То есть, нужно, вне зависимости от того, есть у тебя проблемы или нет, идти к экстрасенсору и советоваться, что делать дальше. Не только проблемы, вот люди всегда думают, что, там, надо экстрасенсору обращаться, когда есть проблемы. А на самом деле, можно, когда решение принимаешь очень серьезное, там, что-то важное, можно обращаться, что, там, вот, я хочу изменить место жительства, там, другой город, или бизнес, там, или, наоборот, госработа, там. Можно заранее сказать, там, что это твое или не твое. А бывало когда-нибудь, что к тебе обращаются с таким вопросом, а раз, и, ну, вот, ошибочка вышла? Ошибка везде есть, у всех сфер, даже телеведущий ошибается, там, в эфире. Да, есть такое. Вот, экономисты, там, врачи, но смотря он количество, сколько процентов, конечно, это мало, и поэтому результаты 90% шикарные. Ну, в общем, никто не застрахован. Здравствуйте, еще одно сообщение. Здравствуйте, у меня была проблема с работой, я обратилась к экстрасенсу, и он мне сказал подождать недельку. Уже через пять дней мне предложили хорошую работу. Александр, вот как раз, мне кажется, это же история. Реально найти работу с помощью экстрасенса? Найти работу не могу сказать, потому что мы сами ищем работу, мы учимся, мы развиваемся, мы трудимся, и поэтому экстрасенс не должен найти работу. Он может помогать, он может советовать, что там, ты твой, не твой, там, или какая сфера, вот, обычно. А если есть какая-то негатив, порча, закрыта, можно его снимать, и что у него дорога открылась. Вот, можно как-то помочь, вот, убрать от него вот этот недугов. Интересно это все, и интересно Зеродина слушать всегда с открытым ртом это дело. Очень много у нас уже желающих пообщаться с Зеродином, поэтому после клипа вернемся и будут вопросы. Программа «Тема» продолжается на телеканале РУ-ТВ, это прямой эфир в гостях. У меня Зеродин Рзаев, экстрасенс, психолог, много желающих, Зеродин, получить ответ от тебя на животрепещущие вопросы. Наталья позвонила к нам, у нас на линии. Наталья, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Зеродин, добрый вечер, меня зовут Наталья, очень рада, что я вам дозвонила, если могу с вами пообщаться. Добрый вечер, конечно. У меня такой вот вопрос к вам. У меня много лет назад, более 10 лет назад, в жизни начала черная полоса, которая просто не прекращается. Более 10 лет назад у меня заболел ребенок, очень сильно диагноз поставлен неизлечимо, инвалидность дали. У мужа с работой и с бизнесом все просто рушится, чем бы только не занимался. И в семье тоже дали, семейные отношения тоже дали очень большую трещину. Мы просто стали общаться на разных языках с мужем. Я обращалась к эстрасенсам, пытались мне объяснить, да, многие говорили, что это сглаз порча, даже рисовали картинки, как это все происходило, да, что-то мог сглазить. Но ситуация не изменилась. Хотела бы уточнить у вас, изменится ли моя ситуация, наладится у меня в семье. Нет на вас порчи никакой. Вот это можете быть уверены, это однозначно. Никакой порчи. А вы в частном доме живете или квартира? Нет, квартира. А вы хотели жить где-то в дачном доме, а не в квартире? Да, хотела бы. А что остановило? Финансы. Нет возможности приобрести. Если честно, вот у вас 2-3 года сложности есть, он будет нестабильный, а через 2-3 года все наладится. Общее там плохого ничего не вижу. А по поводу ребенка, что сказали на голову его, головного мозга? У нас головной мозг, у нас кишечник. Кишечник? У нас яд за тонкого кишечника, болезнь крона, если такую слышали. Мы сказали, что она неизлечима и, соответственно, всю жизнь на препаратах. Странно, это обычно у больших, у взрослых людей бывает. А голову вы сделали вообще МРТ или что-то там, внутренне черепное давление, ничего не было у ребенка? Нет, МРТ мы не делали. Ну, если будет возможности, вот желательно еще раз диагностируйте на головного мозга. Энсофилограмма, МРТ или что-то. А так через 2-3 года у вас все будет хорошо. Это я обещаю вам. Спасибо вам огромное. Наталья, я рада, что прогноз у вас оптимистичный. Я вам от себя тоже желаю женского счастья и надеюсь, что скоро все наладится. Спасибо большое вам за ваш звонок. Музыкальная пауза на телеканале РУ-ТВ, а далее следующий вопрос для Зеродина. Прямой эфир на телеканале РУ-ТВ продолжается. Программа «Тема» тоже продолжается. И Зеродин Нарзаев по-прежнему у нас в гостях. Зеродин, очень много звонков, очень много вопросов для тебя. Я рада, что ты улыбаешься. Значит, ты готов помогать людям, готов давать свои советы и что-то рассказывать. Анастасия у нас на линии. Анастасия, добрый вечер. Здравствуйте. У меня вот такая история. В 2015 году мы с мужем купили квартиру, вторичку. Через полгода я стала находить иголки по углам. Я стала их убирать своей рукой. Иголок пять, наверное, я нашла и выкинула. Через какое-то время заметила, что у меня проблемы с коленами начались. У меня вот вопрос такой, возможно ли, что старая хозяйка их по углам стыкла, чтобы для своей защиты. И если да, то, что я убирала своей рукой, это как-то может на мне отразиться? А сколько комнаты квартир у вас? Однокомнатная. А женщина была хозяйка или мужчина? Нет, женщина. Я могу только одну сказать, Настя. Вот как вы разговариваете со мной, если даже, не знаю, там это было портено, он на вас не влияет. Потому что если у людей есть негативная какая-то энергетика, влияние или что-то, я его чувствую. Вот на вас нет никакой негатива, не надо переживать от этого. А иголка? Ну, он не влиял на Настю. Я вот сейчас еще одну иголку нашла, я ее не трогаю. Мне лучше не трогать? Лучше взять какой-то там предметом и бросать из дома далеко, и все. Ничего страшного в этом нет. Нет, нет, на вас нет никакой там негатив, какое-то там что-то плохого. Вы чист, это однозначно. Хорошо, я поняла, спасибо. Удачи. В общем, нет повода для беспокойства, Анастасия. А, Середин, а вообще для чего иголки эти нужны? Почему их там? Разные мнения. Понимаете, вот некоторые люди для защиты, там некоторые люди, как вот эта черная магия, там. Некоторые люди что-то читают в интернете, а не делают это вот. Даже это влияет. Ну, то есть, теоретически, предыдущая хозяйка могла напакостить новым хозяевам, нафтыкав иголки, или это она добро хотела как-то сделать? Вот это надо определить, я это не могу отвечать, но те, голос не имеет негативной энергии, то есть она чист. А может, прости, что перебила, может быть, нужно Анастасии связаться с хозяйкой предыдущей? Почему? Это плохо не влияет на Анастасию. Может, это плохо влияет на хозяйку предыдущую, что она там для защиты себе вставила, а Анастасия все убрала? Ну, если она, не знаю, там, не предупредила, что она, ставляя дома, там, какой-то иголки или что-то, значит, она как-то неадекватная. И поэтому она должна была сказать ей, что вот там иголки, там, если хотите, там оставьте, если нет, там бросайте. Видите? Во-первых, да. Во-вторых, мне кажется, я сейчас подумала, есть же вероятность, что предыдущая хозяйка просто была рукодельницей, она много шила и теряла иголки. И углов поставила, да? Ну, вот упали случайно. Нет. Программа «Тема» продолжается на телеканале РУ-ТВ, и у нас сейчас порция вопросов и сообщений, которые вы отправляете на короткий номер 5742. Здравствуйте. В 2010 году я родила дочь Анжелину. Она болеет ДЦП, лечили как могли, но все бесполезно, ребенок лежит. Можем ли мы как-то помочь ей, долго ли она будет жить, Екатерина спрашивает. Ей долго будет лечение, очень долго, где-то там 3-4-5 лет, но следа останется, какие-то знаки, вот признаки заболевания, ну, можно ей помочь. Но жить будете? Конечно, будет жить. Это хорошо, я рада. Добрый день, трудно признаться, но я изменила мужа с одним и тем же мужчиной. У нас семьи, дети. Как забыть про этого мужчину? Может, это любовь? Именно надо, но изменить это плохо, но... Такой дельный совет, конечно. Да, ну, по-моему, вот какой-то Дмитрий тоже был там. Я не знаю, там это муж или второй там, ну... В общем, если автор сообщения нас слышит, то вы можете либо подписаться, либо принимать для Дмитрия участие во всем этом безобразии. Нам просто интересно. Так, еще вопрос. Зеродин, а правда, что на кладбищах особая энергия? Да, это правда. Не только кладбище. Везде есть своя энергетика. Студия, больница, кладбище и театр. Везде есть разные энергии. Но энергия кладбища, это тоже не всегда одинаковая там. То есть он может быть и положительный, и наоборот плохо. А вот у меня еще возник вопрос в связи с предыдущим сообщением. Можно ли вообще как-то понять свою любовь, что это моя любовь? Если я, например, у меня есть отношения, а я вдруг думаю, что может быть тот человек мои отношения, а у него другие. Вот может ли экстрасенс помочь в этом? Ответь очень просто. Душой надо чувствовать, когда ты любишь, когда ты хочешь, и это любовь. А как, если, например, это моя любовь, а там отношения с двух сторон есть? Не любовь, не любовь, а судьбу, можно сказать. Это твой, не твой. Будешь вместе или нет. Любовь бывает коротковременной и навсегда, и долговременной, но по-разному. Это любовь. Его люди сами должны ощущать. А судьба, что будет вместе или нет, это да, можно сказать. А любовь нет, невозможно пересказывать. Ну, то есть экстрасенс говорит, вы будете вместе, и неважно, будете вместе два дня, три года или всю жизнь. Или можно уточнить? Нет, экстрасенс может сказать, вы будете вместе, там, мало или много, или нет. То есть он предсказывает, а он не может сказать, там, вы любите его или нет. Это от вас зависит. В общем, девушки, мотаем на ус себе новое знание. Если у вас есть какой-то вопрос или какая-то история, которую нужно обязательно рассказать Деродину и получить от него совет, то пишите на короткий номер 5742 сообщение с текстом «Звонок». Мы вам перезвоним, вы расскажете свою историю, расскажете суть своего вопроса. И если он действительно стоит того, чтобы быть озвученным в прямом эфире, и если Зеродин посчитает нужным на него ответить, то мы обязательно привлечем вас к нашему прямому эфиру, и вы лично зададите вопрос Зеродину. Отвечу. Программа «Тема» на телеканале РУ-ТВ продолжается Зеродин. Есть еще одно сообщение. Здравствуйте. Были отношения с мужчиной 12 лет. Он ушел и женился на другой. Я после заболела. Похудела на 20 килограммов. Врачи не могут поставить диагноз. Ставят похудение из-за стресса. Как скоро я поправлюсь, есть ли на мне порча, и этот мужчина сейчас вернулся ко мне. Мы будем вместе или нет? Это написала Елена. Мы перезвонили Елене. Елена, действительно ли все так на самом деле? Да, здравствуйте. Действительно все так на самом деле. Были отношения 12 лет. Отношения не очень хорошо складывались, но как-то худо-бедно были вместе. Потом он встретил другую на работе. Мы собирались пожениться, но женился он на ней. Я в связи очень нервничала, переживала. И путем не ела ничего, и стала худеть. Худеть-худеть, потом стала кушать, но начались проблемы с желудком. Стала рвать постоянно. И вот с 59 килограмм я сейчас вешу 34 килограмма всего. У него жизнь не сложилась, он с ней развелся. Она сделала аборт от него. И сейчас он понял, что сделал ошибку, вернулся ко мне. И вот у меня вопрос, Зеродин, к вам. Скажите, пожалуйста, что вообще, из-за чего я похудела так? Может, порча какая-то? И вот с этим мужчиной у нас есть будущее или нет? Я уже боюсь сказать, что там есть будущее или нет, потому что вы слишком эмоциональная, такая чувствительная. Это серьезная ответственность. А по поводу вашего выздоровления, я могу давать вам гарантию, что все будет хорошо. Тем более он рядом. И я надеюсь, что вы счастливы сейчас, в настоящее время. Ну, вы знаете, я не знаю, счастливы нет, но вот как бы беспокоит вопрос по поводу здоровья. А вот порчи нету? Нет, на вас порчи нет, однозначно. У вас нервная система не в норме, и поэтому надо обязательно заниматься нервной системой. Лучше бы обращались к какой-то диетологу и неврологу, что они назначили вам правильное питание и лечение. А так все нормально будет у вас, я это вам обещаю. А по поводу мужа, это ваш выбор. Я бы его выгнала, этого вредного мужчину, который сначала довел вас до такого состояния, что вы теперь страдаете, лечитесь, худеете. Он вернулся лечить ее. Так как лечить, если несчастлива до сих пор? Ну, а вы несчастливы с ним, что ли? Ну, говорит же, непонятно, не понимаю, что вы. Не знаю, как вообще, я не могу забыть эту ситуацию. Все-таки хотели пожениться, он выбрал другую, не сложилось ничего. Вот у вас нервная система не в норме. Лена, гоните его. Не надо. Найдете свое счастье, будет у вас любовь. Я думаю, что надо его простить. Вот так скажу ответ. Это мужская точка зрения сейчас. Лена, спасибо вам большое за ваш вопрос. Желаю, чтобы все сложилось так, как вам этого хочется. А главное, желаю вам здоровья. Продолжаем программу «Тема» на телеканале РУ-ТВ. Зеродин Рзаев у нас в гостях. Зеродин, а вот знаешь, у меня вопрос. После подобных эфиров, после того, как люди приходят к тебе за советом, за помощью, ты ведь отдаешь им свою энергию. Ты же, как это истощает твой организм? То есть как ты восстанавливаешься потом? Что ты для этого делаешь? Ну, мне морской соль, ванна и эфирное масло. Еще я гуляю в парке, где вода, пруд. Я чувствую энергию природы, природы. И он мне помогает. А сколько нужно погулять на природе после эфира на РУ-ТВ? На самом деле я здесь получаю только позитивные энергии. Мне не трачь энергии, нормально все. Это общение, это не сильная трата энергии. А люди тебе говорят, чувствуют они, что ты отдаешь им свою энергию? То есть они выходят наполненные от тебя? Есть люди, которые, они приходят ко мне, мне с ними тяжело. То есть они энергетические вампиры. Вот когда разговаривают, мне уже тяжело, там, уставший, там, хочу спать, там, зеваюсь. Вот, сложно. Но ты держишься. Ну, конечно. Неродин, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам. Спасибо за твои ответы. Я думаю, что многие зрители, которые дозвонились сегодня, которые отправили свои сообщения, получили важные советы и какие-то выводы для себя сделают. Придешь к нам еще? Конечно, через две недели. Отлично. В общем, дату ставим тебе в календарик. Через две недели с Деродином встреча на РУ-ТВ вновь. Спасибо тебе большое. До свидания.